Всем привет! Сегодня я расскажу, что находится в моем уроке по изготовлению сахарной пасты, профессиональной сахарной пасты. Это, конечно, мизер совсем, абсолютно чуть-чуть, то, что я могу показать и без всяких формул, и без всяких подробностей. Поэтому сегодня просто посмотрите, кому интересно. Я вижу, что есть большой интерес к этой пасте, не к этой пасте, а вообще к изготовлению пасты. Поэтому я думаю, что это будет пользоваться большим спросом, потому что все хотят экономить деньги, потому что паста на самом деле очень дорогая. Причем не ухудшая качество пасты и делать ее профессионально, грамотно, чтобы она у вас была пластичная, текучая, цепкая, правильная, грамотная паста. В принципе, видео будет все мягкой пасты до плотной пасты. Там все будет указано, показано, то, чего я не могу показать в этой маленькой презентации моего урока. Можно поднять по двум признакам. Первый, это не очень стабильный признак, это цвет пасты. Если паста очень светлая, если у нее такой светло-лимонный оттенок, то, скорее всего, она сделана не из сахара, а из глюкозы и фруктозы. А что точно выдает, так это запах. Если у пасты вообще никакого запаха нет, то она сделана из химической фруктозы и глюкозы. Допустим, паста Аравия Эксперт, Виктория Профешнл, Павия. Они сделаны на основе крахмальной глюкозы и даже еще мару, по-моему. Они вообще не имеют никакого запаха. Они светлые и абсолютно не пахнут сахаром. Паста Оазис, которая тоже являлась дилером этой пасты в своем городе. Я ей торговала, я работала. И хорошая, мягкая, пластичная, да. Но она тоже не имеет никакого запаха. Значит, она сделана вообще из одной фруктозы. Так, и второе, пасты сделаны из сахара. Некоторые производители пишут прямо на баночке, что это сахар. По американским нормам, там вначале нужно писать начальное сырье. Именно Александре, пасты темные все. И они не парятся по этому поводу, что паста темная. Они даже не пытаются это скрыть. Хотя у нас почему-то делают именно светлые пасты. Но светлые пасты, мы сами должны понимать, что они могут быть только из-за того, что там химическая фруктоза, либо глюкоза. Потому что паста, когда ты и паришь сахар, в любом случае она не может быть светлой. Сейчас у нас многие делают эту процедуру. На Западе, допустим, намного меньше ее делают. Поэтому у них и паста меньше, и конкуренции нет. Они, в принципе, не делают из глюкозы и фруктозы. Они делают пасту из сахара. Так как у них нет конкуренции, кто бы сказал, что паста должна быть светлая, как и пресветлая. То они спокойненько делают эту пасту и не парятся вообще по этому поводу из атмосферы. Если вы оставите банку с пастой открытой, где-то возле воды, она сразу покроется сверху такой водянистой пленкой. Для этого просто достаточно добавить воды. Добавляем воды, и процесс пошел. И хуже всех проводит гидро. Теперь время, при котором будет идти инверсия. Индукционная плита не включится, если там будет стеклянная, пластиковая посуда какая-то другая. Она просто не включится. У нее очень большой коэффициент полезного действия. Она кипятит в воду, допустим, в два раза быстрее. Выкручиваете эту пену, но полностью ничего не сможете убрать. Потому что бывает, что на сахарном сиропе образуется такая пленочка, которая никак невозможна ее удалить. Ну никак. На лимонной кислоте, если вы делаете это, вам обязательно нужно проверять PH-полосками. Если вы сомневаетесь, много ли у вас кислоты или мало, то PH-полосками вы можете проверять. Инвертный сироп. Сейчас мы будем делать инвертный сироп. Сахар хорошего качества. Он прозрачный. Абсолютно сироп получился. Изготавливаю мягкую пасту. Мне нужна определенная температура и определенная мощность. Вот так. Варивание инвертного сиропа до суперплотной пасты. Сейчас я хочу делать суперплотный цвет. Довольно-ка еще приятный. За счет большой мощности он не красен, не деляется. Получилось. У меня все получилось. Я такая счастливая. В апреле поручено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, всё, что в моих силах, потому что я не химик, конечно, но я много изучила, и мне это намного сейчас проще всё Так как я сама её изготавливаю, я не хочу сказать, что я варю Я её изготавливаю, это такой творческий процесс Долгий процесс, очень внимательность большая нужна, чтобы нигде ничего не перегрелось, не переварилось, не передобавилось лишнего Поэтому смотрите мой урок, ставьте пальчики вверх, потому что это классный урок, это вот такой вот урок Подписывайтесь Подписывайтесь, где подписывайтесь, где-то вот здесь вот подписывайтесь, на красную такую штучку нажимаете, там написано «подписаться» И ещё на колокольчик жмите, чтобы узнать, что будет дальше в следующих видео Ну вот прямо так вот делайте Комментируйте, комментируйте, я жду ваших комментариев Мне нужно очень знать, о чём вы думаете, что вы думаете по этому поводу Отвечу всем Всем Пока